Михаил, большое спасибо за представление от вас всех сегодня приветствовать. И, надеюсь, постараюсь сделать эту встречу действительно интересной. У меня не будет презентации, мы будем смотреть живую систему. Я надеюсь, это нашу встречу украсит. Тема на самом деле сегодня у нас специфическая, потому что про льготы говорят все. Дискуссия несколько лет поддерживается в HR-сообществе достаточно живая, но на практике увидеть тот же самый кафетерий льгот, про который мы сегодня поговорим, получается очень редко. Мы, компания Websoft, реализует массу проектов в год и с льготами, с кафетерием льгот, тем более, мы сталкиваемся не часто, прямо скажем. Подразумеваем, что, наверное, и вы также не часто на практике это используете, хотя подозреваю, что хотите. Сейчас мы посмотрим, как один из вариантов, да, как это может быть реализовано в компании. И у меня к вам будет несколько вопросов на протяжении вебинара для того, чтобы нам понимать, пообщаться, да, и понимать масштаб бедствия. Один вопрос глобальный, другой не очень. Первый вопрос, ну вот мы сейчас немножко поговорим еще про другие HR-сервисы, про HTM-автоматизацию в целом, и вопрос такой, что у вас больше всего болит, какой из бизнес-процессов у вас больше всего болит, в том плане, за что труднее всего взяться. Мы прекрасно понимаем, что работа не кончается, она будет всегда, но, наверное, что-то более-менее понятно, как делать, а что-то пока вообще непонятно, как делать. И, пожалуйста, напишите нам в чат, в чем заключается ваша основная, ну, не будем называть это проблемой, будем называть это такой задачей, к которой трудно приступить. Пожалуйста, напишите в чат, можно описать эмоциями масштаб бедствия, уровень страха, уровень депрессии. Пожалуйста, пишите, мы с удовольствием посмотрим, да, и постараемся как-то немножечко об этом поговорить. Второй вопрос будет чуть-чуть попозже. Давайте сначала к теме и про первый вопрос, да, поговорим. Я сейчас включу демонстрацию экрана, я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно, и тоже вы можете об этом написать в чат. И, как я сказал, презентации не будет, мы будем смотреть, как есть. И, возможно, среди вас есть наши клиенты текущие, которые знают, что такое WebSoft HCM, которые знают, кто такая компания WebSoft, и, наверное, знают, что такое за продукт WebTutor. WebTutor и WebSoft HCM – это все мы. WebSoft HCM – это платформа и решение, которое выросло из WebTutor. Мы сегодня его более предметно рассмотрим. Для тех, кто не знает, что такое компания WebSoft и что такое WebTutor и WebSoft HCM, то я буквально в двух словах, даже без слайда. Компания WebSoft на текущий момент занимается своим флагманским продуктом, который называется WebSoft HCM, и который призван для того, чтобы у нас с вами была возможность автоматизировать все HR-процессы. Несмотря на то, что мы сегодня сосредоточимся на одном маленьком, но его нельзя рассматривать в отрыве от других, вне контекста. Поэтому, пожалуйста, держите это в уме. То, что мы сейчас видим на экране, то, что вы видите, это такой пользовательский интерфейс WebSoft HCM, портал, грубо говоря, где наши с вами сотрудники, наши с вами подчиненные, наши с вами руководители разных, с разными типами и ролями, все они участвуют в тех или иных процессах. То есть это портал, на который мы можем реализовать наши процессы, настроить их абсолютно по-разному, сконфигурировать и так далее. И отсюда два замечания вытекают. То, что мы сейчас видим, это обезличенный дизайн. И, пожалуйста, если вы не являетесь клиентами WebSoft, не пугайтесь. Нужно понимать, что, безусловно, это все настраивается под корпоративный стиль, под свои бизнес-сверхзадачи. И второй момент, то, что WebSoft HCM, это, с одной стороны, коробка, потому что ее можно установить и использовать, как есть, любой процесс, который мы сегодня попробуем немножко зацепить. Но если коробочного решения не хватает, если аппетит приходит во время еды, то этот процесс можно либо настроить, модифицировать под свои реалии, либо кастомизировать, то есть доработать. Вот. Ну, я не буду сегодня, постараюсь не отклоняться сильно от темы сегодняшней. И мы говорим про льготы, про кафетерии льгот. Как я сказал, не получается, у меня лично не получается говорить вне контекста о каком-либо процессе, поэтому просто, чтобы было понятно, да, вот то, что я озвучил чуть раньше, это мы пытаемся, компания WebSoft пытается сделать для наших клиентов, для пользователей системы некую такую сквозную юзер-стори, да, наверное, от подбора, пока еще наш сотрудник не является кандидатом, не является сотрудником и является кандидатом, до карьерного буста, да, когда наш сотрудник прошел все вот эти промежуточные вещи, адаптацию, регулярное обучение, развитие оценку, кадровые резервы, и в конце концов стал тем самым незаменимым гением, которому мы предлагаем воспользоваться карьерными маршрутами. Но, да, это все есть, это все связанная история, но, конечно, безусловно, все это в разных компаниях работает по-разному, немножечко отличается. Что мы для этого можем сделать в системе, да, с точки зрения системы? Мы с вами можем сделать, добавить ряд сервисов к тем или иным процессам, которые сделают жизнь сотрудника легче с одной стороны и жизнь HR-а легче с другой стороны, потому что какие проблемы, например, у HR-ов, да, снизить текучку, повысить, там, не знаю, выполнить KPI, чтобы все в конце года было хорошо, да, какие средства мы для этого будем использовать? Это каждый тут по-своему, да, принимает решения и что-то придумывает. Но в системе есть ряд сервисов, в нашей системе есть ряд сервисов, ряд возможностей, которые вот эту, как бы, понятную, но в то же время достаточно формальную историю может сделать неформальной. И кафетерий льгот – один из таких сервисов, который мы можем использовать, можем не использовать, да, это тоже не возбраняется. Кафетерий льгот, ну и вообще наличие льгот позволяет нам, как владельцам системы, как владельцам процесса, как HR-специалистам, как HR-директорам, помогает, ну, скажем так, лучше вовлечь сотрудника в жизнь компании, удержать сотрудника, мотивировать и так далее. Можно перечислять через запятую все вот эти бенефиты, которые мы получаем. Ну, вы их без нас прекрасно знаете. Поэтому в том или ином месте мы добавляем где-то геймификацию, где-то, там, премию, где-то еще что-то. И льготы – один из таких инструментов. И тут пришло время для второго вопроса, да, который я анонсировал вначале. Про боли мы уже поговорили. Да, я там… попозже мы это обсудим. А теперь вопрос более специфичный. Опять же, он открытый, поэтому напишите, пожалуйста, в чат. Рассматриваете ли вы такую возможность использовать кафетерий год для сотрудников? И, ну, есть ли у вас какое-то решение на заметки, да, во внимание, в зоне внимания? Потому что, наблюдая за дискуссией, я лично слышу сразу первый такой вопрос. Слушайте, это уже звучит дорого. Да, вот то, что вы нам показываете, это звучит дорого. И да, это классно, бесспорно, это все работает, и все это прекрасно. Но как только дело доходит до дела, да, когда мы выбираем систему, формулируем требования, пытаемся посчитать какой-то показатель на выходе, руки опускаются, да, потому что зоопарк-система – это уже, наверное, у каждого в компании есть. И еще одну систему вводить как-то не хочется. Какую систему выбрать – непонятно. Как, собственно, рассчитать, да, эффект от всего этого. Ну, в общем, вот ряд таких практических задач, которые перед нами встают, у нас руки опускаются. Напишите, пожалуйста, в чат, испытывали ли вы такие ощущения, да, если испытывали, немножко подробнее об этом. Но компания WebSoft HCM, она немножечко особенная. Она достаточно давно делает свою систему, и как мы с вами видим из этого экрана, да, у нас уже много чего есть в коробке, либо это можно как бы кастомизировать, да, это все прекрасно. И кафетерий Льгот – это сервис, который, ну, как я уже сказал, это сервис, который появился в добавлении к существующим инструментам. А что из этого следует? Из этого следует, что для того, чтобы воспользоваться тем самым пресловутым кафетерий, к которому мы никак не перейдем, нам с вами уже не надо думать, по крайней мере, о зоопарке систем. То есть мы можем здесь представить гипотетически, ну, как бы, да, это надо, конечно, пощупать руками, а не верить на слово. Мы с вами можем здесь говорить о том, что все эти возможности WebSoft HCM плюс та самая желанная история с кафетерием Льгот, она будет работать в одной системе в рамках единого окна. И это прекрасно, именно об этом мы сегодня будем говорить. Поэтому мне кажется лично, что несколько фобий у HR-ов должно поубавиться. И этому нельзя не радоваться. Мы не будем залезать в другие процессы, мы сразу перейдем к сути. Да, спустя 12 минут мы все-таки переходим к сути. Суть такова, что компания WebSoft обязуется перед своими заказчиками регулярно выпускать новые версии программы, да, WebSoft HCM, системы. Для чего мы это делаем? Первое, для того, чтобы исправить баги. Второе, как и с другими вендорами, для того, чтобы выпустить новые баги. Я думаю, здесь все понятно. И третье, самое значимое, это появление новых возможностей, новых сервисов. Это могут быть разные сервисы. Вот мы с вами немножко говорили про оценку в прошлый раз, про КДО, наверное, успели поговорить, про что-то еще. И Кафетерий, это все сервисы, которые появляются в системе, да, и, как я уже сказал, им не можно пользоваться, можно не пользоваться. Они все входят в стоимость. Их не нужно приобретать отдельно. Вот. И Кафетерий Льгот, это еще один сервис, который появился. На самом деле он появляется, потому что его в релизе пока нет. И если вы являетесь нашим клиентом, то вы знаете, да, что в релизе нет, и мы еще своим клиентам даже это не показывали. А вот вам показываем. Этот сервис готовится к выпуску, выпустится он совсем скоро, в конце этого года. Но мы уже готовы его показать. И, как я сказал, этот сервис занял свое место в череде других сервисов, которые мы видим. Да, это, собственно, мы, чтобы было всем нашим заказчикам понятно в демо-версии, мы сюда просто список сервисов вывели. Тот самый КДО, про который я сказал, видеоредакторы, всякие, там, чего, не знаю, адаптация, цели и так далее. Но все-таки про кафетерий льгот. Вот у нас есть два примера. То есть это сервис, который появился. Мы, собственно, сейчас к нему перейдем и посмотрим, как он выглядит. Когда мы его делали, как обычно, компания WebSoft попыталась сделать это универсально. И вроде получилось. В чем универсальность? В том, что он может быть самостоятельным, то есть как кафетерий работать, а может быть задействован вместе с геймификацией. Да, и здесь у нас еще некий горизонт возможностей появляется. То есть мы с вами, ну, как это, в зависимости от стоящей задачи, либо от аппетита, который придет во время еды, мы можем задачу как бы сделать простой, либо сложной. Ну, то есть наш процесс упростить, либо усложнить. Вот. Поэтому мы сегодня рассмотрим более сложный вариант, который включает в себя геймификацию. Но это просто, чтобы вам было понятно. Как всегда, компания WebSoft в качестве таких портальных решений, особенно коробочных, старается все упростить. Честно, не всегда получается, но мы правда стараемся. И, собственно, вот когда мы начинаем смотреть какое-то решение, то вот с точки зрения пользователя, рядового пользователя портала, это выглядит просто и знакомо. Ну, просто потому что, собственно, что здесь несколько плашечек, несколько плиточек, несколько кнопочек, да, там, добавить в корзину поиск, не знаю, фильтр, да, и вот информация о валюте, которая у нашего заказчика есть, у нашего пользователя есть, в виртуальной валюте, которую он располагает. Это сделано умышленно, да, потому что мы с вами знаем, что пользователи разные. К нам часто приходят, там, не знаю, заказчики говорят, у наших пользователей вообще компьютеров нет, они на производстве работают, да, давайте что-нибудь придумаем. Мы понимаем эту боль, проблему, поэтому мы стараемся упрощать. Ваша задача усложнять, как пользователей, да, это все сделать красиво, чтобы свистело, двигалось и крутилось, а наша задача вам сдать, как бы, простой функциональный, ну, простой, в хорошем смысле слова, простой функциональный продукт, да. И вот, с точки зрения пользователя, по сути, это интернет-магазин. Почему кафетерий? Потому что, как вот мы приходим в кафетерий, да, ставим на поднос какие-то, там, не знаю, ну, товары, да, там, блюда, внесем этот поднос на кассу, нам выбивают чек, и все, мы дальше пользуемся теми товарами, которые мы, ну, блюдами, да, которые мы приобрели, которые мы взяли в кафетерий. Здесь ровно тот же принцип реализован. Еще можно привести пример, там, с интернет-магазином, да, там, многие пользуются Озонами, Валбери и всякими другими площадками. Здесь примерно точно так же. То есть мы реализовали возможность приобретения сотрудникам льготы, либо привилегии, либо какого-то товара, мы сейчас посмотрим, так же, как это сделано в интернет-магазинах. Но это только с интерфейсной точки, с портальной точки зрения, мы сейчас поговорим чуть-чуть более подробно о том, что внутри. Так вот, как я сказал, кафетерий льгот может работать сам по себе, а может работать в связке с геймификацией. И вот то, что мы сейчас видим, это кафетерий, который работает сам по себе. То есть это набор привилегий, да, здесь мы не видим, ну, как бы, товаров, вещей. И именно набор льгот, который сотрудник может увидеть, провалиться в карточку, там, посмотреть подробнее, увидеть, сколько он стоит, увидеть, какими средствами на текущий момент я, как пользователь, обладаю, добавить товар в корзину, там, не знаю, посмотреть свою корзину, удалить ее, и корзину, как бы, трансформировать в заказ, да, то есть в сформировать заказ. Почему здесь мы говорим, что это простая история? Потому что, ну, вот, как я сказал, здесь только льготы, только привилегии. Льгота, де-факт, ну, в системе, это товар, скажем так, тип товара даже. И к такому типу товара мы можем явно привязать свою виртуальную валюту. То есть за конкретную виртуальную валюту пользователь может приобретать только льготы, не может приобретать, там, другие товары. Ну, мы сейчас посмотрим другой вариант. Таких валют в системе, в принципе, может быть любое количество. Да, это могут быть баллы, кванты, бонусы, спасибо, фрикадельки, фамильки, все что угодно, да, все это может быть любое количество. Мы все это можем задействовать, можем задействовать все это в кафетерии, можем не задействовать. То есть мы можем все-таки часть виртуальных валют оставить в геймификации, а другую часть прикрутить к тем самым бенефитам, да, и вот такая история есть. Ну, как я сказал, здесь как бы все просто, да, там, добавил в корзину, оформил заказ. Но если мы рассмотрим другой вариант, он у нас тут как бы называется немножко по-другому, но это чисто вопрос, ну, как это, это мы так назвали, да, перед демонстрацией. То есть он называется магазин призов, но де-факто внутри мы увидим похожую картину, похожую страничку, но здесь мы сразу видим, что здесь у нас присутствуют те же самые льготы, которые мы видели чуть раньше, да, вот эти все привилегии, которые мы готовы сотрудникам предложить. И сейчас я вижу вопросы, мы сейчас про баллы поговорим, и... Но плюс ко всему этому здесь есть ряд товаров, которые сотрудник может приобретать, да, и вот в данном случае мы с вами как раз переходим, Екатерина, к вашему вопросу, в котором мы, собственно, говорим, а как сотрудник может приобретать ту самую валюту, да, и как он ее может расходовать в наших кафетериях. И здесь вариантов два. Если мы говорим про именно кафетерий льгот, мы сейчас посмотрим, переместимся в админку, то мы говорим, что, пожалуйста, у нас наступает время, там, не знаю, открытия бюджетного периода, либо время кампании по распределению льгот, мы, как бы, стартуем эту кампанию, запускаем, всем сотрудникам начисляем априори, де-факто, некую валюту, сейчас мы посмотрим, какие там есть опции, и эти сотрудники приходят в наш кафетерий льгот, либо в магазин призов и начинают эту валюту тратить. Радостно и не помню ни о чем. Но если мы с вами, скажем так, усложняем эту историю, да, подключаем сюда геймификацию, то в канонах геймификации у нас с вами сотрудники могут зарабатывать валюту за какие-то достижения. Достижения разные. За обучение, за посещение портала, за, там, не знаю, результаты оценки, за то, что первый прошел опрос, за то, что, ну, там, вот эти спасибо можно передавать, да, от сотрудника к сотруднику, либо от подразделения к подразделению. И в результате вот таких игровых действий, ну, про геймификацию все знают, да, в результате таких игровых действий валюта, та или иная валюта, да, она может аккумулироваться на счете сотрудника, и сотрудник может ее тратить. И важно, да, вот как мы, что мы здесь видим, то, что у нас есть разные, по сути, де-факто, как бы виды, да, это вот какая-то та самая льгота и товар. И один из, вернее, один такой товар, один такой тип товара, он может быть привязан к разным валютам, да, то есть, ну, к двум сразу валютам привязаны, или к трем, или к большему количеству. И, соответственно, наш с вами сотрудник может тратить либо ту, либо другую валюту, приобретая льготу, либо товар. И это можно оформить, как я уже показал, либо на отдельной страничке, либо здесь вот все как бы смешать, да, в один интерфейс, единый и понятный. Так же, как и на предыдущем... Сейчас я отвечу, Алина, да, благодарю вас. Так же, как и на предыдущем виде, мы с вами, ну, собственно, да, видим вот самую простую историю, которая похожа на интернет-магазин. И еще раз обращаю ваше внимание, это сделано умышленно, для простоты. Так, интересен принцип, ну, я сразу буду отвечать на вопросы, пока мы далеко не ушли. Интересен принцип расчета стоимости самих баллов в рублях, как это происходит? Алина, благодарю вас за вопрос, но на самом деле методика у всех разная, да, и вот мы, компания WebSoft делает массу проектов, как я уже сказал, по льготам не так много за все это время, да, заказчики не часто приходят с такими запросами, а по геймификации очень много, и принципы расчета валют разные, ну, принципы начисления, да, валют, они у всех разные, ну, иногда есть некий прямой, да, прошел сотрудник курс какой-то, да, сдал его успешно, ну, почему курс электронный, потому что, как бы, тютер, да, это была, мы же выросли из LMS-системы, да, поэтому самое такое, то, что первое приходит на ум, это обучение дистанционное. Прошел сотрудник курс, и ему там назначился один балл какой-нибудь, да, одна, там, не знаю, фрикаделька или что-нибудь еще. Это некий прямой способ. Ну, это все можно усложнять, то есть, зависит от ваших алгоритмов, которые вы хотите, ну, реализовать, да. Например, нет, одного курса недостаточно, ты должен пройти курс плюс оценочную процедуру, плюс адаптация твоя должна быть в начале, да, плюс какой-нибудь опрос, плюс NPS какой-нибудь, и если у тебя все это хорошо, все эти критерии соблюдены, они в неком плановом диапазоне, то мы тебе начисляем, там, одну какую-нибудь, там, денежку, да, виртуальную. То есть, это все, как бы, по-разному может быть, и здесь тоже небольшая оговорка, WebSoft H7 – это не жесткое решение. Я сказал вначале, что это и коробка, и платформа, поэтому вы можете поставить, как бы, коробку воспользоваться алгоритмами, которые мы заложили, но, как бы, дальше их настроить под свои задачи. Так, Сергей, благодарю за вопрос, я тогда, с вашего позволения, чуть позже на него отвечу, а сейчас мы к основному лейтмотиву вернемся. Так вот, портальная часть, да, мы посмотрели, как это выглядит, для наших сотрудников это понятно. Я уже сказал, что мы регулярно делаем проекты по... с ольготами связанные, и, на самом деле, то, что мы сегодня видим, это родилось из того проектного опыта, но, опять же, с оговоркой, то, что мы не стали в коробку, ну, как бы, тащить абсолютно все, да, потому что, вот, как я сказал, у наших заказчиков часто бывают такие свои какие-то нюансы, и, например, у одного заказчика есть такой кейс, когда вот тот самый сотрудник не обладает рабочим компьютером, он не является пользователем портала, но он может делегировать свои полномочия своему руководителю для того, чтобы руководитель за сотрудника сформировал для сотрудника пакет льгот, да, пакет привилегий. Вот, такие штуки мы делали, но вот мы в коробку этот пока тащить не стали. Если прямо понадобится, то, наверное, сделаем. Пока в этом необходимости не видим. Вот, и... а теперь, с вашего позволения, я бы хотел перейти в... ну, показать, как это все администрируется, да, потому что настройка – это хорошо. После того, как все настроено, там, сотруднику, собственно, остается нажимать на кнопки, да, ничего, ни о чем не думать, ничего не делать. Но вот этот, как бы, процесс подготовки и настройки, он, безусловно, должен быть пройден. И я, собственно, перехожу к такой некой административной части. Вам сейчас просто многое станет понятно, да, как мы... с чем мы можем работать, с какими сущностями, понятиями мы можем работать. Во-первых, если вы все-таки помните веб-тютер, и он вам снится в кошмаре, ну, его админка в частности, то у меня для вас хорошая новость. То, что у нас появилась вторая админка, у нас теперь есть две админки. Как мы шутим всегда на презентациях, у нас есть теперь админка для умных и для красивых. Ну, да, если вы, как это, хотите пощекотать себе нервы, то это админка для умных. Она большая, но классная, сложная, мощная, продвинутая, но не всем доступная. Да, и вот не так давно у нас появилась админка еще и для красивых, то есть для владельцев процесса, которые, де-факто, не являются администраторами, не хотят ими быть и не хотят читать на текущий момент 6 тысяч листов документации. Да, старая админка останется, Роман, конечно, никуда она не денется, я без нее лично жить не могу. Так вот, в этой новой админке у нас сосредоточены, ну, вернее, как мы с вами видим, да, даже отсюда, она у нас скорее предназначена для управления процессами, для управления процессами со стороны экспертов. И здесь есть такие небольшие приложения для, ну, как сказать, для разных процессов, для разных экспертов, да, то есть для тех, кто занимается только персоналом или только обучением, да, а если обучением, то еще исключительно каталогом. Вот, так вот, для управления льготами у нас есть такая небольшая админочка, опять же, несложная для красивых, в которой, собственно, мы сейчас и посмотрим, да, что есть, поработаем. Вот, поэтому, ну, безусловно, мы можем разделять права доступа вот между вот этими блоками большими, между вот этими подблоками чуть меньше и между вот этими приложениями, да, которые внутри блоков находятся. Поэтому каждый эксперт видит только свою область и вообще не представляет ничего о других процессах, знать об этом не хочет. Вот, но если мы провалимся в такую админочку, то, во-первых, у меня, опять же, хорошая новость. Мы и здесь ее постарались сделать наиболее простой, да, вот я всегда говорю, что три иконки, четыре вкладки, все, больше ничего не надо. Опять же, сделано умышленно, вроде у нас получилось, да, упростить админку. Сделано умышленно для того, чтобы уже не пользователь, но администратор все-таки не напрягал головку и, ну, как бы меньше времени, да, нужно было, чтобы изучить документацию. Какие здесь, скажем так, основные вещи, да, о чем стоит поговорить? Ну, во-первых, здесь собраны, скажем так, собраны все данные, которые причастны к кафетерию, к управлению кафетерием ГОД. Не геймификации, заметьте, а именно кафетериям. Но если кафетерий связан с геймификацией, то, разумеется, мы вот эти смежные, как бы, данные тоже здесь увидим. То есть это приложение для управления кафетерием ГОД. Ну, безусловно, мы здесь видим какие-то данные, это сотрудники, которые у нас участвуют вот в распределении ГОД, и пока не важно, в каком статусе, либо им просто начислены некие средства на счет. Сейчас я покажу, как. Либо они уже сформировали заказ, там, и какие-то ГОД приобрели, либо приобретают. Важная история – это заявки. Сейчас я об этом хочу чуть более подробно сказать, потому что, ну, как мы видели, да, на интерфейсе, это все-таки интернет-магазин, по сути, да, с тремя кнопками. Но внутри это не интернет-магазин, и даже не геймификация, потому что льготы – это обычная история, ну, немножко специфичная, да, и за те или иные льготы могут отвечать различные подразделения, либо группы, либо люди, да, и поэтому, добавляя заказы, добавляя товары, либо льготы в корзину, в заказ, оформляя заказ, у нас с вами внутри, вот это важный момент, пожалуйста, следите за руками, у нас с вами в системе для каждого товара, для каждого типа льготы формируется своя отдельная заявка, которая уходит к своим, скажем так, согласующим, к своим исполнителям, да, и вот здесь мы немножко все уже видим, что усложняется. Да, в геймификации у нас этого нет, если мы чистую геймификацию возьмем, то у нас там оформляется заказ, заказ обрабатывает администратор, там, не знаю, вот у меня опыт был в компании WebSoft, мне компания WebSoft подарила красную кружку герой WebTutor, супергерой WebTutor, я утром пришел, она на столе стоит. Администратор обработал, кружку мне на стол поставил, все хорошо. То есть там нет этой истории с заявками, с согласующими, с рассматривающими, там, с печатными форумами, да, этого все нет, геймификация немножко попроще. А вот здесь есть, потому что, как я сказал, даже за разные льготы, за проездной, и за санаторно-курортное лечение отвечают, скорее всего, разные группы. Да, вы как HR-специалист или нет, у всех по-разному, можете это согласовать, то есть, да, ну, как бы акцептовать, но конкретным исполнителем будет какое-то другое там, ну, группа либо подразделение. Поэтому, еще раз повторяю, это все обличается в заявку. К заявке прикручен документооборот, workflow, он может быть любым, и в соответствии с этим настроенным workflow у нас будут выполняться вот те самые маршруты, действия, уведомления и так далее. Вот, поэтому это очень важно, пожалуйста, не забудьте это, не закидывайте это со счетов. Вот, и так же, как и, ну, тут уже больше сходство с геймификацией в этом пункте, счета, да, так же, как и с геймификацией у нас, по крайней мере, в системе, не знаю, как в других системах. Мы здесь, конечно, имеем внутри, ну, достаточно сложную, сложный бэкэнд в том плане, что деньги не могут появляться и исчезать из ниоткуда. Это, ну, движение, да, и они должны двигаться, ну, откуда-то, либо куда-то, то есть со счетов, либо на счета, и, безусловно, для того, чтобы все это заработало, для того, чтобы мы с вами могли, там, виртуальные валюты наши распределять, там, смотреть расход, да, сотрудники могли приобретать. Нам сначала потребуется создать счета для сотрудников. Сейчас я покажу, как это можно сделать. То есть каждый такой сотрудник должен обладать счетом в той или иной валюте виртуальной. Количество валют не ограничено, как я сказал, мы можем использовать любое их количество. А движение средств, оно осуществляется в формате транзакции, в виде транзакции, да, то есть мы с вами видим, там, разные типы транзакций, списания и начисления. Видим сумму, в которой все это происходило, и валюту, да, валюты, вот как мы видим здесь разные, баллы, бонусы и так далее. Вот, то есть это подытожим, да, у нас на этих четырех вкладках есть, как бы, вся необходимая информация о нашем с вами процессе. Кто, когда, сколько, почем и так далее. Вот. А дальше, вот я вам хочу показать такие, как бы, удобные, на наш взгляд, вещи, да, которые мы реализовали для сотрудников, которые будут управлять этим хозяйством. Ну, во-первых, работа с самими льготами. То есть льгота или товар, это же, как бы, объект в справочнике, да, в каталоге. Соответственно, нам этот справочник, либо каталог надо наполнить. У нас тут есть два, как бы, каталога. Один называется тип льготы, второй просто льготы. Так вот, льгота, это тот самый товар, да, вот, который мы сейчас видели. Это санаторно-курортное лечение, проездные, наушники, да, это все вот товар. Но, соответственно, мы можем категоризировать немножко вот эту всю историю с объектами, да, мы можем привязать к неким типам. Так вот, мы можем здесь же создавать типы, да, там, типы связываю, указывать, извините, в типе льготы, указывать тип объекта. То есть, ну, как бы, выбирать сам тип льгот, будет ли это привилегия, выплата, либо это какой-то полис. Вот, и здесь, на самом деле, немного полей. И мы можем также создавать свою льготу. И очень важно, что мы здесь можем делать. Мы можем как раз здесь, на этом этапе, добавлять стоимость в валюте, то есть, выбрать, в какой валюте мы будем, скажем так, продавать, да, эту льготу. И таких валют, как я уже говорил, может быть несколько разных, да, и мы можем указать сумму, там, сколько это будет пользователю стоить. Да, вот, как я сказал, можем в любое количество добавлять. Отнести к типу льгот, к справочнику, который я сейчас показал, ну, признак по умолчанию устанавливается, доступна ли эта льгота уже сейчас для выбора или нет. По умолчанию она недоступна, да, потому что мы пока оформляем, занимаемся оформительской деятельностью. Статус, ну, то есть состояние, да, мы можем вывести ее из оборота. Да, и очень важный момент, то, что мы можем наложить некое ограничение на распределение этой льготы, да, то есть мы можем сказать, что мы будем отдавать ее без ограничений. То есть сотрудник может добавлять в корзину любое количество этих льгот, и все, да, ну, если это ручка, да, ну, почему бы нет. Но в то же время мы можем ограничить, и ограничить можем двумя способами, по экземплярам, либо по сумме. По экземплярам это как во время коммунизма, да, то есть не больше, там, сколько там, двух рулонов туалетной бумаги в одни руки, да, и вот мы можем это сделать. Или по сумме, то есть ты можешь приобрести таких товаров на сумму не более чем, не знаю, там, 40 фрикаделек, да, или там, 24 фрикаделики. Вот, поэтому мы здесь на этом этапе, создавая льготы, мы можем для них некие такие основные правила, принципы указать. Вопрос, который я от вас предвижу, а можно ли импортировать как-то из списка, да, и мы говорим, что WebSoft.HCM это, в принципе, платформа, в которой есть механизмы импорта. Любые объекты можно импортировать, ну, то есть создавать, например, из Excel, да, поэтому такая стандартная возможность в платформе, она есть, а тут мы рассматриваем ручной способ. Вот, и следующий, скажем так, не менее интересный, а даже, может быть, более интересный функционал, это, собственно, старт кампании по распределению льгот, да, потому что приходит момент, наступает, открывается бюджетный период, и нам в рамках этого нового бюджетного периода нужно, собственно, распределить льготы сотрудникам, между сотрудниками для того, чтобы они в дальнейшем были мотивированы на весь оставшийся год работать, не покладая рук. И здесь мы в один клик, ну, там, в несколько кликов можем такой, такую кампанию стартовать. Ну, давайте, знаете, давайте только вот чуть-чуть с этого начну, да, то есть мы, как я уже оговорился, мы, безусловно, работаем с бюджетными, с бюджетными периодами. Все вот такие кампании по распределению льгот, они привязаны к бюджетным периодам. Они могут быть любые, это может быть год, квартал, месяц, неделя, день, минута, не принципиально, это справочник, это, опять же, стандартный интерфейс, не интерфейс, а возможности платформы. Но, когда перед нами встает задача, вот то, что я проговорил, да, все-таки стартовать эту кампанию, то у нас вот такая возможность здесь появляется. То есть наш с вами HR-специалист открывает специальную форму, где он кликами мышки выбирает ряд полей, например, такой, бюджетный период этот самый указывает, выставляет здесь лимит счета, который будет сформирован для сотрудника, каждого сотрудника, каждый сотрудник будет обладать таким счетом. Но если мы, вот кому-то понравилось про фрикадельки, да, мы можем сказать, что это будет, там, знаю, 10 тысяч фрикаделек, например, да, что каждый сотрудник в этом бюджетном периоде может потратить 10 тысяч фрикаделек. Ну, есть ряд опций, да, мы можем создавать всем, либо только неуволенным, мы можем выбрать самую валюту виртуальную, которую мы хотим использовать, еще какое-то поле здесь указать, нужно ли нам для дочерних подразделений, либо не нужно. Вот, и, собственно, когда мы нажимаем кнопку выполнить, то у наших с вами сотрудников формируются счета и, там, товары, вот те самые льготы, которые привязаны к типам валют, могут приобретаться сотрудниками со средств, которые вот мы в этом, в момент запуска, запуска компании здесь указали. Вот, то есть все, как бы нажав кнопку выполнить, все запустилось, сотрудники, наши пользователи портала радостные побежали тратить свои фрикадельки на какие-то полезные вещи. Вот, если у нас бюджетный период завершен, то есть мы компанию нашу закончили, ну, по разным критериям, это может быть по датам, да, по израсходованию, по факту израсходования средств на счетах, там, да, или там, не знаю, что-то еще, окончание бюджетного периода наступило, либо команда какая-то поступила, то текущий бюджетный период мы можем с вами остановить, то есть вот эту всю компанию прекрасную для сотрудников прекратить. С этого момента наши сотрудники на портале уже не смогут расходовать свои средства в рамках этого бюджетного периода. Ну, наверное, логично уже запускать следующее. И есть несколько опций по манипулированию счетами сотрудников, но вот не в привязке к компаниям, а просто так, да, вот в режиме реального времени. Ну, например, пришел сотрудник на работу в середине бюджетного периода. Компания стартовала до его прихода, сотрудник пришел, да, но как бы нехорошо. Надо ему тоже предоставить возможность льготами воспользоваться. Тогда мы можем в рамках, все-таки в рамках бюджетного периода, ну, с помощью отдельной опции, отдельной команды мы можем менять, ну, создавать счета, да, создать счет сотруднику, поименно перечислить сотрудников, для которых я хочу создать счет, указать, опять же, какой лимит мы ему предоставим и в какой валюте, и после нажатия кнопки «Выполнить» у нашего с вами Геннадия Анисимова этот счет появится, ему придет уведомление. И также мы можем создавать счета не для сотрудников поименно, а для подразделений, да, департаментов, отделов и так далее. Либо если мы, не знаю, зажмем, так выделим все объекты, да, то у нас с вами, ну, таким образом мы сможем сформировать счета для всей организации, по сути, да, для всех подразделений, которые находятся в нашей с вами органструктуре. Опять же, как мы видели раньше, это какая-то своя сумма, которую мы можем указать, и валюта, которую мы можем указать. Сейчас, кстати, Елена, да, отвечу на ваш вопрос тоже в конце. Вот. И если, опять же, такие случаи бывают, если нам требуется, если нам не нужно создавать счета, они уже есть, но нам требуется изменить остаток на счете, то также, да, по аналогии мы это тоже можем сделать для сотрудника, сотрудников персонально, либо для подразделения, либо для подразделений. Причем, опять же, мы здесь указываем сумму и указываем, в какую сторону эта операция должна быть совершена, в большую или в меньшую сторону. То, что мы сейчас увидели, создание счетов и изменение остатков на счетов, это все де-факто фиксируется в рамках транзакции. Да, это не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда, да, создается транзакция соответствующая, либо приходная, либо расходная, и это в системе отображается. Поэтому, если у вашего руководителя возникнет вопрос, а почему, да, почему у меня сотрудник, там, обладает такими непомерными суммами фрикаделек, то вы всегда из системы сможете выявить, что, как это происходило, да, как это появилось. Вот, поэтому здесь все безопасно. Ну, и там, да, есть еще ряд возможностей, которые мы можем здесь указать, там, создавать счет, если его нет, например, да, но если такое действительно бывает. Вот, это работа с счетами, с транзакциями. И, как обычно, ну, сейчас мы посмотрели некие базовые вещи, которые, ну, скорее, все-таки вручную нужно выполнять. Они, как мы видим, несложны, да, в рамках всей компании можно двумя кликами сформировать счета, да, либо запустить компанию. Это все прекрасно, но, безусловно, нам нужна автоматизация. И какая она может быть? Ну, во-первых, я уже сказал, еще раз хочу прям явно повторить, да, то, что работая с заказами, с товарами в заказе, де-факто мы с вами сталкиваемся с заявками. А заявка – это документооборот. И, соответственно, мы должны, ну, как минимум понимать, какие этапы документооборота у нас подразумеваются, да, для того, чтобы это все дело прошло. Вот эти этапы workflow мы видим, да, вот они вот такие. Ну, при необходимости можно подключить свой workflow, если вдруг этот категорически не подходит, но, как бы, в коробке здесь мы предусмотрели вот такой. Да, каждый этап этого документооборота можно настроить, безусловно, то есть, ну, других согласующих выбрать, там, знаю, там, действия какие-то выбрать разные, но сама вот эта последовательность этапов, она… мы ее определили такую. В рамках этого документооборота мы можем, опять же, воспользоваться рядом опций, а нужно ли нам вообще согласовывать с руководителем, да, потому что, ну, как бы, если мы стартовали компанию, ну, зачем руководителю лишнее действие выполнять? Поэтому мы можем это все отключить, да, либо отключить согласование с группой согласующих, если, опять же, ну, как бы мы настроили льготу, да, определили это ограничение на приобретение льготы, зачем нам еще это с кем-то согласовывать, и все и так работает, поэтому мы можем это все отключить. Но можем не отключать, можем, да, воспользоваться. Опять же, есть опция, воспользовавшись которой, мы можем автоматически создавать заявки на этапе согласования, да, то есть, ну, как бы, заказ сформирован, в этот же момент для каждого товара в заказе создается заявка, но она походит, пока находится на этапе согласования. Что с этим, ну, что с этой заявкой дальше мы будем делать? Ну, что угодно, да, она отправляет на другие этапы, там, уведомления отправлять сотрудникам в личном кабинете показывать, это не принципиально, это все настройки. Вот. И еще такая опция, вот я сказал о том, что мы, чуть раньше я сказал, что мы не стали тащить из проектов все, все, что мы там видели, да, но, тем не менее, кое-что мы подсмотрели, и, как вот мои коллеги шутят, в здравом уме до этого не додумаешься. Это родилось из именно опыта использования, да, потому что, ну, жизнь такая. Я открыл окошко, которое позволяет настроить автоматизацию в этом приложении, и первые, скажем так, два пункта, которые нас с вами интересуют, они, ну, на мой взгляд, самые интересные здесь. Первый – это автоматически обновлять связи с группами обработки. Это нужно для того, чтобы, вот, смотрите, вот мы, как бы, там, сотрудник товара добавил, заявка создалась, упала на какую-то согласующую группу, а в этой согласующей группе поменялся состав по разной причине, да, кто-то в отпуск, кто-то заболел, кто-то уволился. Для того, чтобы у нас с вами процесс в целом не останавливался, мы можем задействовать эту опцию, и система автоматически будет, ну, как бы, отправлять заявку новому участнику группы, да, участнику, который вот добавился. Ну, главное, чтобы в этой группе все-таки кто-то оставался. И вторая опция – обрабатывать зависшие заявки. Это вот это то, о чем я говорил, да, это подсмотрено. Это как это происходит. Опять же, если заявка распределяется на конкретного сотрудника в группе, но этот сотрудник не добрался до этой заявки в течение какого-то периода, то система вернет эту заявку в исходное состояние для того, чтобы эта заявка распределилась на другого участника группы. Ну, то есть, опять же, с учетом актуального состава согласующей группы. Ну, я надеюсь, все понятно объясняю. Да, и вот у нас есть здесь возможность указать, ну, во-первых, в какое время мы будем эту проверку выполнять, а во-вторых, какое количество дней, через какое количество дней мы заявку будем считать зависшей, и нам нужно будет ее вернуть. Ну, и есть ряд опций, да, где мы можем, опять же, сказать, что должно быть автосогласование, или должно быть отдельное уведомление администратору кафетерия для того, чтобы он разобрался, да, вручную с этим вопросом, с этой заявкой. Остальные пункты, они скорее связаны, такие, знаете, с уведомлением, да, потому что, ну, очень важно, вот мы говорили про документооборот, про заявки, про сотрудников, очень важно, чтобы наши с вами, вот эти все участники процесса, своевременную информацию получали о том, что заказ создан, заявка поступила, заявка обработана, и мы можем здесь, скажем так, включать уведомления и для сотрудников, и для наших с вами администраторов процесса, да, например, о том, что заканчивается бюджетный период, да, и, наверное, надо подвести какие-то итоги. Уведомления, позволяющие отправлять, то есть опция, позволяющая отправлять уведомления группы согласующих о новых заявках, и если заявки, ну, вот если мы там видели опции, которые позволяют нам использовать автосогласование, то, как бы, такая автосогласованная заявка будет сразу считаться исполненной, выполненной. Да, и, в принципе, наши с вами сотрудники, если у вас в компании не требуется такой развесистой истории с workflow, с группами, да, с согласующими, то такую заявку можно просто обрабатывать, и все будет хорошо. Вот. Что еще? Ну, про справочники мы немножко уже посмотрели, это те самые льготы и типы льгот, да, про которые мы поговорили, но, безусловно, следующий вопрос, который вы зададите, это как, в общем-то, понимать глобально, да, как контролировать ситуацию. И здесь у нас есть ряд отчетов, которые показывают нам среднюю температуру по больнице. Что происходит, да, вообще, какое количество типов льгот, какое количество, ну, как это, разных типов льгот, да, и для этого у нас есть ряд отчетов, которые нам общую картину покажут. По традиции я напоминаю, что, да, в коробке идет ряд коробочных отчетов, но если какого-то отчета не хватает, то у нас есть прекрасное средство, которое называется конструктор отчетов. И любой отчет можно сформировать и прикрепить к админке, да, либо на портал для того, чтобы администратору, либо пользователю портала, как бы, этот новый классный отчет можно было увидеть. Текущие отчеты показывают, что у нас происходит, да, с нашими компаниями, с нашими льготами. Ну, вообще, какие у нас типы полисов есть, ну, это самый простой. Какие типы привилегий? Привилегии – это особенный тип льготы, да, вот мы с вами видели, или когда мы создаем типы льготы, там еще можно какой-то подтип выбрать. Вот, если мы это хотим использовать, мы можем посмотреть по типам. Ну, и, соответственно, в привязке к сотрудникам, да, кто чем воспользовался. Дальше сами типы, ну, как бы, типы льгот, ну, здесь они называются типы выплат, но это одно и то же, да, то есть те льготы, которые сотрудники приобрели, да, то есть которыми они воспользовались, да, и вот в качестве оговорки можно посмотреть, что, ну, есть ряд, как бы, параметров в отчете, с помощью которого мы можем, ну, как бы, запросы, да, посмотреть по подразделению, по самой льготе. Вот. Льготы, которые без заявок находятся. То есть если к какой-то льготе у нас, скажем так, ну, так получилось, то есть документооборот не прикручен, извините за сленг, да, то мы эту картину тоже увидим, и такой отчет нам покажет, что нужно что-то предпринять. Вот следующий отчет, он, на самом деле, ну, он и сложнее внутри, да, но он больше показаний нам возвращает. Это как раз те самые транзакции. Кто сколько тратил в рамках бюджетного периода? Кто, в какую сторону, там, уменьшение, либо увеличение, сколько и в какой валюте, да, и вот этот отчет нам всю эту информацию показывает. Ну, и, в общем, тоже некая такая основная статистика, да, о том, сколько в корзинах, сколько в процессе согласования, сколько согласованных заявок, сколько передано на оплату, количество отмененных заявок, количество отклоненных заявок. Ну, и та же история по месяцам, да, то есть кто чем воспользовался за тот или иной месяц. Как мы с вами видим, администрировать, в общем-то, несложно, да, и вот та самая большая пугающая проблема, о которой я вас спрашивал чуть раньше, она, вроде, кажется, уже не такой большой, особенно если, как бы, рассматривать кафетерий льгот в качестве дополнительного сервиса к уже реализованным процессам в системе, да, к уже настроенным процессам. Вот, и тут я потихонечку завершаю, и времени у нас уже не так много остается, и, собственно, мне остается показать, что если мы с вами, ну, я уже как сотрудник, да, который пользователь портала приобрел некую льготу, добавил ее в корзину, провел ее, то, ну, во-первых, вот, как бы, история заказов, да, то есть, да, есть промежуточная корзина, здесь ее нет, промежуточная корзина была, эта корзина была преобразована в заказ, и если мы перейдем к самому заказу, то я, как, как, как сказать, как пользователь, да, интернет-магазина могу отменить заказ, если вдруг что-то изменилось, или посмотреть детали, и когда я говорю про детали, это как раз и есть те самые, вот в данном случае товары-заявки, да, потому что я вижу в заказе товар, но если я на него кликну, то я увижу, собственно, ту самую заявку, которая была сформирована, сформирована вот по тем самым условиям, о котором мы только что проговорили, здесь будет видна информация о заявке, когда она была создана, да, на каком этапе она находится, ее история, если она есть, ну, и там ряд параметров, да, которые перекочевали из заказа сюда, вот, ну, и, соответственно, я могу запустить эту заявку дальше вручную, либо, если у нас включено, помните, мы смотрели опцию, что нужно заявки сразу обрабатывать, то эта заявка уже будет запущена, да, и еще последние два штриха, если я, как, скажем так, ответственное лицо, должен принять участие в согласовании той или иной заявки, так, я только сейчас на другом, да, вот сюда, то я могу такую входящую заявку увидеть у себя в личном кабинете в составе своих других заявок, да, то есть если, ну, как это стандартная история для WebSoft HSM в целом, заявки у нас могут быть разного типа, да, и на обучение, и на отпуска, и на все, что угодно, на расчетные листки, но если вдруг среди этих заявок должна попасться еще и заявка на согласование той или иной льготы, то эта заявка у меня в составе прочих в личном кабинете в моем появится, то есть если бы я сейчас был не Геннадий Анисимов, а какой-нибудь, какая-нибудь, прошу прощения, Баба Маша из отдела кадров, извините, никого не хочу обидеть, то у меня под логином Бабы Маши такая заявка здесь появится, да, и Баба Маша в нее зайдет и выполнит то действие, которое от нее требуется. Но если я, опять же, немножко представлю эту ситуацию со стороны сотрудника, и мы с вами представим, что я подал заявку, ну, то есть сформировал заказ, сформировались заявки, заявки были согласованы, льгота мне предоставлена, то список льгот, которыми я обладаю, он у меня будет находиться в моем личном кабинете. Поэтому я всю такую информацию о результатах в своем личном кабинете всегда найду. Коллеги, на этом все. У нас есть буквально несколько минут на вопросы. Я вижу, что их было много, я сейчас постараюсь почитать и ответить. Так. Да, спасибо за ваши ответы. Я вижу их. Наверное, не успеем мы, к сожалению, не успеем уже подискутировать, но все равно я с удовольствием их читаю. Ну, был ряд классических вопросов, как начисляются баллы, да, я уже ответил, что это может быть вот ручная история, либо геймификация. И, безусловно, да, может быть лимит некий годовой, как я уже сказал, да, мы можем привязываться к бюджетным периодам, а бюджетный период, он может быть любой. И, собственно, лимит может быть не по срокам, да, а по количеству вот этих баллов, и это тоже все регулируется. Принцип расчета в стоимости баллов в рублях – это на самом деле он, опять же, мы сталкиваемся с такими практиками, ряд наших клиентов виртуальную валюту де-факто конвертирует в рубли. Сам, как бы, принцип конвертации может быть любым, да, ну, некую формулу можно заложить, там, один к одному, да, либо там, три к одному, это не принципиально. Важно, что с этим делать дальше, потому что мы в целом-то не являемся расчетной системой, но некие зачатки у нас этого есть. И, например, мы можем сформировать выплату сотруднику, которая уже де-факто будет оформлена в реальной валюте, в разной, в рублях, в долларах, в евро, в чем угодно, и, как минимум, эту выплату у себя хранить в системе. Если ее нужно отобразить на портале, в личном кабинете сотрудника, ну, это можно сделать. Вот, если ее нужно передать во внешнюю систему, это тоже можно сделать, но здесь требуется некий творческий подход, то есть небольшая доработка, кастомизация. Вот, кстати, про интеграцию с другими системами. Сергей задавал вопрос, через что происходит интеграция вашей коробки в сторонние сервисы? Хороший очень вопрос, и у нас есть два механизма, на самом деле, простой и посложнее. Простой – это некая процедура импорта-экспорта, которая может обращаться к внешним базам через ODBC, либо через файл. Файл, ну, файловый обмен, да, это .xt, .xl, .xml. Соответственно, мы можем принимать данные через файл из другой системы, и на основе этого файла создавать объекты внутри. Очень часто про это говорят, когда говорят про QDO, про те же самые списки льгот, да, про поставщиков льгот, то есть любые истории обучения можно создавать. Вот. Это некий простой механизм, он настраивается в админке, описан, можно пользоваться. А чуть более сложный – это встроенный OpenAPI 3.0, который входит в платформу, и с его помощью можно обмениваться данными с помощью веб-сервиса. Вот, собственно, тоже у нас описан. Опять же, бесплатно в лицензию входит, описано в документации, можно пользоваться, прекрасно работает. На основании чего у вас формируется валюта в QL? Льготы, которые подкрепляются законодательством. Ну, смотрите, вот то, что мы сегодня увидели, пока не сильно привязаны к законодательству, поэтому здесь, скажем так, каждый HR может выйти из этой ситуации по-своему. Если требуется какая-то, скажем так, ну, опять же, автоматизация в этом плане, да, и, не знаю, формирование каких-то нормативных документов, ну, это можно сделать, однако в коробке на текущий момент этого нет. Можем, ну, это можно сделать, мы можем, как вендоры, это реализовать в коробке, если такой запрос от вас будет. Если, скажем так, не хотите, чтобы мы это делали, вы можете сами это сделать, либо наши партнеры это не сделали, то есть кастомизировать систему. Ну, про личный кабинет администратора был вопрос от Сергея, мы уже рассмотрели. Мария, хорошее замечание о том, что вы бы хотели работать в такой компании. Я тоже хочу работать в такой компании и скоро начну в ней работать, потому что компания WebSoft, Кафетерий Льгот начинает использовать для своих внутренних сотрудников, равно как ИКЭДО, который тоже входит в состав WebSoft.HCM. Возможно ли поделиться документом, закрепляющим формирование льгот? Ну, да, возможно поделиться, безусловно. Мы можем создавать такие документы на том и длинном этапе документа оборота, да, как мы сказали, в рамках этого документа оборота мы любые действия, даже нестандартные, можем предусмотреть. Формирование печатной формы, отображение этой печатной формы, например, здесь в личном кабинете, в карточке льготы, или эту печатную форму отправить во внешнюю систему, это все можно. Здесь пока вот в том, что мы видели, мы этого не сделали. Очень хороший вопрос от Елены. Работает ли на смартфонах? Безусловно, сейчас 21 век, все должно работать на смартфонах, поэтому без вариантов. Все интерфейсы, которые мы видим, они, во-первых, создаются в редакторе страниц, так как это делается в тильде, и, во-вторых, они сразу адаптированы к мобильным устройствам. Так, про старую админку мы уже ответили, Роман. Ну, вот вопрос, опять же, от Сергея. Есть ли настройка времени жизни баллов, бонусов? Ну, как мы видели, по окончании бюджетного периода наши с вами виртуальные валюты могут превращаться в тыкву. Ну, и счета пользователей тоже могут превращаться в тыкву. Да, все правильно, уже Елена ответила. Ну, в смысле, задала вопрос, но я ответил на два вопроса. Вот вопрос от Анастасии. Как давно у вас существует данный функционал? Недавно, Анастасия, как я сказал в начале, мы планируем выпустить это в ближайшем релизе, и вы эксклюзивно сегодня смотрите на то, что мы еще своим клиентам пока даже не успели показать. Поэтому такой анонс. Про оповещение мы тоже поговорили, да, то, что, безусловно, ну, это общий принцип для WebSoft H7, любое действие, которое совершается в отношении пользователя, должно этого пользователя информировать. Ну, любое в кавычках, да, не все подряд, конечно, но будь то это обучение, будь то это поступающая заявка, сформированная заявка, изменение статуса заявки, все эти действия дублируются уведомлениями. По умолчанию дублируются уведомлениями к электронной почте, но, опять же, 21 век, мобильные приложения и пуш-уведомления тоже, собственно, может быть. Хороший вопрос от Ксении. Можно одновременно использовать бонусы и баллы? Например, в начале года начисляем баллы, по которым можно получать ДМС, и параллельно баллы, за которыми можно получать мерч. Ну, в целом, да, можно. Татьяна. Вопрос от Татьяны по поддержке. Ну, безусловно, наша компания не может оставить наших клиентов уважаемых без сервиса, поэтому поддержка есть двухуровневая, есть стандартная поддержка, которая, скажем так, помогает закрыть горящие вопросы, то есть проконсультировать о том, как это сделать, либо что делать, если упало все, хоть это редко бывает. И есть второй уровень поддержки, это расширенная поддержка, которая как раз может за вас кастомизировать систему, импортировать данные, экспортировать, настроить процедуру интеграции, ну, то есть доработки. Обычно на нее возлагаются доработки, обучение, администрирование в ряде случаев, поэтому это все можно, работаем 24 на 7, поэтому без проблем. Да, вопрос от Лоны, можно ли отчеты формировать по отделам, группам, должностям? Безусловно, можно. Как я уже показал, в каждом отчете есть ряд параметров, с помощью которых мы можем сузить критерии отбора. В каждом отчете внутри WebSoft HCM учитывается иерархия, поэтому если какой-то у нас сотрудник, руководитель средней руки, например, хочет построить отчет по всей компании, то он не увидит информации, которая выше него располагается по иерархии. Он увидит только ниже себя. Это все учитывается. Ну, и если нужен специфичный отчет, который показывает информацию подробно по какому-то подразделению либо сотруднику, такой отчет можно создать, его можно настроить в конструкторе отчетов. Да, кафетерий льгот. Вопрос от Натальи. Кафетерий льгот входит в стоимость лицензии, как наравне с другими сервисами этот сервис появился и доступен вам при следующем обновлении. Поэтому отдельных денег не берем. Где сотрудник может посмотреть движение своих баллов в течение периода? Ну, вот конкретно для сотрудника движения мы пока показывать не стали, ну, в рамках кафетерия. Он, безусловно, может посмотреть эту историю в рамках геймификации, да, за что он получил, кто ему передал и так далее. В рамках кафетерия он может посмотреть только остаток на счете, да, то есть посмотреть остаток и понять, что он еще способен купить на текущий момент. Вот, собственно, вот остаток в валюте. Вопрос от Екатерины. Как определяется, кто будет согласовывать заявки? Ну, да, конечно, автоматически происходит. Как я уже показал, мы можем настроить ряд групп согласующих. Это если мы говорим именно про неруководителей. Ну, и, соответственно, таких групп может быть любое количество, и состав этой группы может быть любым. Поэтому заявка, приходящая на группу, распределяется на сотрудника, который в эту группу входит. Если сотрудник в группе поменялся, значит, следующая заявка придет уже на нового сотрудника. Но мы еще с вами видели этап согласования руководителя. И, безусловно, руководители тоже вычисляются автоматически. То есть система, имея оргструктуру внутри, оргструктура к нам прилетает из кадровой системы. Так вот, имея оргструктуру, система понимает, кто является вышестоящим руководителем Геннадия Анисимова и, ну, как бы, отправляет заявку на согласование конкретно этому человеку. Если процесс у вас немножко другой, а такое бывает, если вам не требуется согласование вышестоящего, а требуется согласование какого-то там функционального руководителя в департаменте, а не в отделе, это workflow, поэтому мы можем это легко менять. Не удерживается на текущий момент НДФЛ. Здесь пока этого мы не стали делать. Пока не видим в этом необходимости. Это вопрос от Алены. Ну, я вижу, что вопросы вроде как заканчиваются, мы на них все ответили. Я, извините, уже начал отвечать с короговоркой, потому что мы немножко вышли из лимита, из тайминга. Запись, безусловно, будет. Вебинар записывается, коллеги записывают. Если у вас сейчас есть вопросы, то мы готовы на них еще некоторое время поотвечать. Если вопросов нет, то я предлагаю заканчивать наш вебинар. Я очень старался, чтобы он был для вас интересным и живым. Надеюсь, у меня получилось. И если у вас вопросы останутся, если вы захотите чуть больше узнать, знаете, как не узнать, а узнать о том, как снять боль в том или ином HR бизнес-процессе, который у вас есть, вы можете присоединиться к нашему телеграм-каналу и задать свой...